Конкурентоспособность, востребованность, качество – эти и многие другие категории являются результатом работы большого количества целеустремленных инициативных людей, которые способны быть гибкими и реагировать на постоянно меняющиеся требования современной жизни. За каждым высоким показателем стоит ежедневный труд коллективов и ярких личностей – лидеров. В Брестской области и в самом городе над Бугом таких немало. Сегодня в Бресте чествовали лауреатов звания «Человек-года» и победители конкурсов за достижения в 2022 году наилучших результатов в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития. Поведение конкурса «Человек-года» и занесение на простую доску почетов – это важный стимул двигаться вперед, совершенствовать свою деятельность, повышать качество продукции и услуг, внедрять новые технологии и научные разработки. И, конечно, мы должны ориентироваться на тех, кто делает это лучше. Сегодня другие люди находятся в зале, вылетят, потому что сумели добиться высоких результатов, денег, которыми занимаетесь. Такие люди, влюбленные в свою профессию, громческие, способные принимать неординарные, драматные и современно управленческие решения, являются нашим заводом, золотым активом, необходимым для решения задач социально-экономического развития страны и Прещина. Сегодняшняя награда – человек сегодня Прещин, лучший человек, областная доска почета – это действительно в нынешнее время и на будущее. Это вы наши легенды, вы наша гордость, вы наша слава белорусской земли. Каждый из награжденных знает не понаслышке, какими качествами должен обладать мастер своего дела. Как сделать так, чтобы продукция или услуги пользовались спросом и были любимы людьми. И без чего не мыслим ни один успешный руководитель. Я люблю свою работу за то, что я всегда с детьми. Они молодые, креативные. И мой кабинет, кабинет информатики, он место силы для многих ребят нашей гимназии, для многих поколений ребят. Когда они приходят, они заряжают и меня оптимизмом, своими новыми идеями. Для меня стать человеком года – это признание всего учительства. Потому что учитель по-прежнему звучит гордо. И сегодня в моем лице это было еще раз подтверждено. Я об этом говорила всегда своим детям, своим ученикам. Я уверена, что мной гордится сегодня моя мама, учитель. Все люди, которые были сегодня награждены – это 32 человека – поистине заслуживают уважения. Ведь они делают малую родину и нашу жизнь лучше, уютнее, красивее, местами где-то вкуснее. И главное – узнаваемые далеко за ее пределами. А чтобы более подробно познакомиться с теми, кто удостоен высших похвал, смотрите уже в эту субботу в 19.30 программу «Итоги недели» на канале Бук-ТВ.